Дамы и господа, в эфире Маунт Шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт Шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт Шоу? Да, потому что нам скоро выйдет. Ну что ж, дорогие мои, сначала, как обычно, по традиции, зарубежные новости. Пожалуйста. Миллиардный металлолом. Новейший стелс-эсминец США Замвул сломался в Панамском канале и был отбуксирован на базу Родман в Бальбоа. Корабль стоимостью 4 миллиарда долларов США ломается уже не первый раз. По данным СМИ он выходит из строя фактически каждый месяц. Вот и сейчас его отбуксировали к причалу менять теплообменник в судовой силовой установке. Многие меня упрекали в том, что я ранее никак не озвучивал насмешки Запада и в большей степени почему-то незалежные, у которых у самих нихрена не работает. В адрес нашего крейсера адмирала Кузнецова. Ну, который дымил так, что складывалось ощущение, что именно на этом корабле выбирают Папу Римского. Так вот, почему я молчал? Просто ждал момента. И вот оно, рухлядь похожее на утюг, которая обошлась пиндосом в 4 ярда, которую называют суперубийцей. Слямалься. В чем-то пиндосы правы. Она и правда суперубийца. Укакошила 4 ярда. Чуть не слышал разрыва забугорских пупков из-за чрезмерной ржачки. И не вижу скачущих специалистов. Протоукры скажите что-нибудь. Ну, к примеру, зато не дымит. Дальше. Эсминец Дункан стоимостью 1 миллиард фунтов, являющийся одним из новейших военно-морском флоте Великобритании, вышел из строя во время похода на учения в составе кораблей стран НАТО и был отбуксирован обратно на базу. В октябре британский эсминец Дункан принимал участие в отслеживании российской ударной группы во главе с авианострым адмирал Кузнецов, шедший к берегам Сирии. Шо, еще один сраный шушпанцер? Да это просто праздник какой-то. Будто чума напала на натовские золотые корыта. Следить за адмиралом Кузнецовым – плохая примета. Небось, дыма Кузькиного нахватался и заглох. Да, Дункан МакЛаут уже не тот. Это все протоукры со своими шутеечками про дым сглазили. Да хохотались. Короче, наш хоть коптит, что дым виден аж с альфа-центавры, но своим ходом идет и успешно выполняет операции. А ваши мусорные баки, ну не знаю, с толкача хоть попробуйте завести. И это, хорошо смеется тот, кто смеется последним. В следующий раз тысячу раз подумайте, прежде чем хрюкать в нашу сторону. Ре-новости. Румынская компания Arco Space, проверявшая посадочный модуль Скиапарелли перед его запуском к Марсу, обвиняет Россию и Крым в том, что его тесты в воздухе не удалось провести из-за опасений военной агрессии со стороны России, и поэтому Скиапарелли рухнул о поверхность Марса. Мы сделали все, что смогли, и тот тест, о котором они говорят, заставил бы нас совершить полет вблизи российской военной базы в Севастополе. В то время Россия только что адноксировала Крым, и мы бы рисковали спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, заявил Думитру Попеску, руководитель компании Arco Space. Миссия Табор уходит в космос. Этот Попеску в Бухаресте, походу, бухарнул по полной программе. Отмазка прям 80-го уровня. Из каких это пор Румыния стала космической державой? Румыны и Марс. Что-то не стыкуется совсем. Тут совсем другое очень отлично стыкуется. В Скиапарелли был цвет мед. Румыны проверяли его перед запуском. И что случилось? А случилось примерно... В общем, доверие ромалам коня охранять. Зато третью мировую предотвратили между Россией и НАТО. И хрен с ним с этим модулем, который оказался в полной Попеску. Дальше. Шутку Владимира Путина о границе России западные СМИ восприняли весьма серьезно. Ее поспешили окрестить захватнической. Многие европейские газеты увидели в ней намек на военные аппетиты России. Стремление Путина расширить свои владения за счет соседних стран. Больше всех испугались прибалтийские страны и Украина. Напомним, на церемонии награждения лауреатов Русского географического общества Владимир Путин в шутку заявил, что граница России нигде не заканчивается. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив США. Граница России нигде не заканчивается. Что российскому человеку шутка, то для запада производство кирпичей. А прибалтам только повод дай попугаться. Прям кайфуют, тащутся. Эй, в Эмираты было бы куда страшнее, если бы Шойгу не засмеялся после шутки. Ну а кастрюлеголовые даже про безвиз забывают, когда их небесное светило начинает говорить. Странно, что забугорские СМИ не написали о том, что после неправильного ответа темнейшему мальчика отправили на лесоповал. И вообще, это была не шутка. У замкнутой кривой нет начала и конца. Геометрию в школе изучать надо. Так что поразмыслите лучше о своей безграничной тупости. Михаил Саакашвили в прямом эфире сдал тест на наличие в организме наркотических стрессов. Как отмечает телеканал, Саакашвили стал восьмым добровольцем, который согласился сдать тест на наркотики. Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко также сдала тест на наркотики в эфире телеканала. Мишаня, плохая затея. Наверное, принял это решение под сильнодействующей штормиловкой. Во всей вселенной нет столько звезд, как наркотических веществ в твоем организме. Максимум, что сможет сказать врач Мишке, так это то, что в его наркотиках не было обнаружено крови. И чего это у него волосы с затылка рвут? Не там ищите, специалисты. Рвите волосы в носу, именно там эпицентр событий. А тот тест может показать только две полоски. Да, до чего докатились СМИ незалежные. Скоро в прямом эфире ради шоу клизмы будут делать. И походу Мишаня будет не против. Ну а Савченко нужно было проверить не на наркоту, а на бухло. Кстати, Бебинашко умудрился организовать митинг под названием «Последняя зима Рады». Как бы эта зима не казалась последней для тебя? Хохлогрузик ты наш. Переживаю очень. Народный депутат от радикальной партии Игорь Масейчук на своей странице в Facebook заявил, что кубинская революция была бы невозможна без бандеровцев. Осуществить революцию и прийти к власти на Кубе Фиделю Кастро помогли никто иные, как украинские националисты. Че Гевара по согласованию с Фиделем Кастро вынашивал планы переезда в Гавану руководство ООН и личность Степана Бандеры, написал Масейчук. Да че ты стесняешься, написал бы, что Бандера лично проектировал троянского коня, а Цезарь изучил тактику ведения войны у ООН УПА. Но это не понравилось древним украм и они развалили Римскую империю. Да и после того, как они выкопали Черное море, у кого-то могут быть сомнения, что эти великие откопали залив свиней на Кубе, чтобы заманить пиндосских кубинцев и разбить их за один день к чертовой мать. Кстати, надо передать эти сведения ЦРУ. Короче, этот кретин не только сбросил лишнего веса, но и последние остатки мозга. Не трогай Фиделя, придурок. Все, хватит на сегодня с забугорского и с океанского бреда. Отправляемся домой, к своей не менее эпичной бредятине. Российские новости, пожалуйста. В московских подъездах установят телевизоры на 2,5 миллиарда рублей для трансляции городских оповещений и рекламы. Об этом ведомостям сообщила представитель департамента информационных технологий Москвы Елена Новикова. Я так понимаю, все подъезды в столице уже отремонтированы. Да ладно в столице? По стране? Или это продолжение игры Half-Life будут реализовывать в Москве? Добро пожаловать в Сити-17. Так я вижу, как в сраном подъезде, где штукатурка сыпется, которая напоминает разве что эпоху каменного века, висит интерактивный телек. Может, еще в лифте установите? Продуктивнее будет. Пока не досмотришь рекламу, двери не открываются. Все лучшее от Ютуб. Лучше бы лампочку вкрутили в подъезде. В Уфе в прямом смысле слова под землю провалилась Лада Калина. ЧП произошло поздно вечером в одном из дворов города. Прямо на стоянке образовалась огромная яма с водой, в которую угодил автомобиль. Спасателям пришлось всю ночь откачивать воду из образовавшегося провала. Однако на дне шестиметровой ямы машины не оказалось. По версии сотрудников горводоканала, машину унесло грунтовыми водами. После чего было принято решение закопать яму. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Вообще-то я думал, что оно не тонет. И что значит унесло грунтовыми водами? Ни хрена себе. Либо у кого-то в Австралии появится Лада Калина, либо эту адскую машину забрал себе сам дьявол. Призвал обратно свое творение. Ну или сам АвтоВАЗ так эпично с крутыми спецэффектами отзывает свои дефектные партии. В любом случае тут не хватает агента Скали и Малдора. Не, вообще отличное решение проблемы. Закопать. Нахрена голову ломать, из-за чего это произошло и произойдет ли опять. Весь город пускай провалится. Не беда. Закопают, новый построят. Короче, владелец сам виноват. Нечего над грунтовыми водами парковаться. Дальше. Почта России сообщила, что 95 миллионов рублей это не зарплата главы организации, а премия. Гендиректор Почты России Дмитрий Страшнов удивлен возросшим интересом к своей зарплате и бонусам. А также намерением прокуратуры возбудить против него уголовное дело. Ранее 25 ноября генпрокуратура заявила о том, что гендиректору Почты России Дмитрию Страшнову была незаконно выплачена премия в размере более 95 миллионов рублей. Не зарплата, а премия, уточнили в отделении. Это, конечно, многое меняет. Расходимся. А Страшнов так вообще удивлен. И правда, чего это все интересуются его страшной премией. Подумаешь, 95 миллионов рублей. Будто вам такую премию выписывали. Особенно рядовому почтальону. Да за такие бабки он должен поменять свою фамилию на почта. А именно Бандероль. И лично разносить все посылки по всей стране. Пешком. Но некоторые отделения почты чуть ли бы со времен СССР не ремонтировались. Генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов заявил, что надеется на разрешение ситуации с претензиями к нему генпрокуратуры России и не видит причин отказываться от выплаченной ему премии. Потрясающе. Не видит причин. Многие отделения наладом дышат. Особенно в глубинках. Плюс хрен знает, что они там с посылками творят. Будто они приходят из зон боевых действий. И ясен хрен, почему никто нормально не работает. Потому что кое-кто зажравшийся, походу, все премии себе выписывает. Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, выступая на бизнес-форуме в Сингапуре, сделал заявление, тянущее на сенсацию. Оказывается, падение доходов в России закончилось. Более того, по его словам, у некоторых групп населения реальные доходы растут. А со следующего года есть надежда, что это станет тенденцией для всех россиян. Сериал под названием «Щупаем дно» продолжается. Второй сезон. Улюкаев пост сдал, Шувалов принял. Это, конечно, мощно. Трындеть и вешать лапшу сингапурцам о том, как в России падение доходов закончилось. Ради чего? Ради понтов? Ну мы-то тут как бы тоже слышим вашу бредятину. Пусть даже в Сингапуре. Интернет работает, если что. Перед россиянами вам не стыдно такую пургу нести? Более того, заявил, что у некоторых групп населения доходы даже растут. Это у кого? Куда заявку кинуть на вступление в некоторую группу? Если некоторые группы населения – это вы, господин Шувалов, и ваши дружбаны, то да, тут вопросов нет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, вышедший в эфир 27 ноября, рассказал анекдот о президенте США Бараке Обаме и канцлере Германии Ангеле Меркель. Барак Обама говорит, что у него три кнопки – желтая, зеленая, красная. Зеленая – нажал, Европы нет, желтая – нажал, Китая нет, красная – нажал, Россия. Анелька говорит, а вот у моей бабушки было три унитаза – золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделась в коридоре. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. И Турция с Россией. Европа будет трепетать. Ваши деньги грязные, слабые. России и Турции не нужны. Будем работать на рубли и на турецкие ливии. Нам плевать на вашу загнившую Европу. Божечки мои, да я сам чуть не того. И чуть свою чашечку с Русиану не разлил. Впервые услышав заразительный смех Вольфыча. И хрен с ним с этим древним, как кизяк мамонта, анекдотом. В данном случае смех смешнее самой шутки. И не переживайте, что никто в зале не оценил ваш анекдот. Я тут нашел того, кто оценил. Не, у нас реально появился свой отечественный мем. Не, ну правда, кто-нибудь из вас слышал, как угорает Жириновский? Нет? Так я о том же. Только я не пойму, Владимир Вольфович. То вы говорите, что Турция нам враг и никогда не будет другом. А сейчас заявляете, что такие друзья прям не разлей вода. И знаете, то, что вы натрындели в тот вечер про Фиделя Кастро, вам чести не делает. Такую пургу несли. Как бы так выразиться? Вы даже близко с команданта не стоите. Вам до него как до луны, если не дальше. А Соловьев нашел, кого приглашать в этот вечер. Посвященный в основном Фиделю Кастро. Друзья, спонсор выпуска – южнокорейские производители видеорегистраторов премиум-класса Blackview и Sinclair. Регистраторы из Кореи – это как машины из Германии. Супер качество. Даже самые простые модели Blackview и Sinclair снимают супер четкое и детальное видео. Номера различимы с 20 метров днем и 15 метров ночью. В общем, чайники на дорогах, а их, черт возьми, немало, под пристальным прицелом этих крутых штуковин. Цены, конечно, на уровне. Sinclair от 9 тысяч рублей, Blackview от 13 тысяч рублей. Но лучшего качества за такие деньги нужно еще поискать. Ссылка в описании. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация о готовящихся выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!